Юность в Шилоболихе теперь надолго. До появления этого современного культурно-спортивного комплекса концерты проводили на уличной сцене, готовили номера в местной администрации. Новодосуговый центр несколько десятилетий был мечтой для сельчан. Неудобства, конечно, были, потому что администрация – это работа с бумагой, это регламент, а клубные работники – это песни, пляски, это громко все, поэтому, естественно, мешали друг другу. Шилоболихинский район на протяжении последних не просто лет, а десятилетий оставался единственным муниципальным районом Алтайского края, где не было главного культурного объекта. А главным культурным объектом всегда является районный дом культуры. Я говорю о культурном объекте, но и такая же ситуация была и в спорте. И поэтому было принято решение решать обе проблемы одним способом строить комплексный объект, который называется культурно-спортивный комплекс. Досуговый центр строили два года. По краевой адресной инвестиционной программе затратили почти 200 миллионов рублей. И вот долгожданное открытие. К этому торжественному дню коллективы района готовились уже в новом здании. Юность пришлась по душе и в то же время заиграла в душах людей даже преклонного возраста. Сейчас лучше у нас прям настроение поднялось. Уже клуб построили нам новый. Теперь есть куда ходить. Молодое поколение тоже не соскучится. Впервые в Шилоборихе появились помещения для кружков по рукоделию и художественному мастерству. Раньше все ограничивалось только уроками ИЗО и труда в школах. Есть где разыграться и спортсменам. Теперь тренировки будут проходить в просторном спортзале. Ну а главное для любого дома культуры, конечно, зрительный зал. Теперь здесь будут проходить концерты и фестивали разных уровней. Откроет кто-то в себе новые таланты, кто-то будет развиваться и идти по спортивной линии. Но то, что здесь никогда не будет умолкать детский смех, радостный. То, что здесь будут радостно и творчески развиваться таланты всех жителей Шилоборих. Я в этом уверен. Окончательно творческие коллективы переедут в помещение уже в октябре. Тогда и планируется первый крупный зональный фестиваль академической песни. Вместе с появлением Центра досуга рассказывает руководство. Прибавилось и приятных хлопот. Теперь в штат нужно подыскать хореографа и костюмера. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует.